Многие утверждают, что в космосе не может быть звуков, потому что там вакуум. Однако такое утверждение нельзя назвать точным. Это не совсем так, если подойти к этому вопросу с научной и технической стороны. Мы знаем, что в космосе вакуум и звуковые волны там не распространяются. Однако в космосе есть еще электромагнитные и радиоволны, а также рентгеновское и гамма-излучение. И все эти волны могут распространяться беспрепятственно в космическом пространстве. И как любые радиоволны, их можно элементарно, а тем более дистанционно принять самой обыкновенной антенной. И тем более передать на обычный динамик в звуковом диапазоне, который уже будет доступен человеческому слуху. Не говоря уже о зондах и космических аппаратах, которые летают к спутникам и планетам Солнечной системы. Иными словами, ученые просто транспортируют слышимый диапазон. Поэтому утверждение, что космическое пространство беззвучное, не совсем точное. А что касается звуков с таких планет, как например Марс или Венера, то они там самые настоящие. Ибо их атмосфера отличается от нашей лишь химическим составом и процентом концентрации веществ. Поэтому это не означает, что Земля это единственное место, где можно слышать звуки. Например, в ноябре и январе на канале вышло два выпуска, посвященных космическим звукам. И эти ролики в общей сложности набрали более 800 тысяч просмотров. И как раз в одном из таких видео мы подробно разбирали техническую сторону получения таких звуков. Поэтому сегодня мы предлагаем вашему вниманию третью часть шикарных космических звуков. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И в описании я оставлю ссылку на сайт НАСА. Там ты сможешь найти еще кое-какие звуки. И обязательно подпишись на наш паблик ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Спасибо за просмотр. Пока!